Прямо сейчас подключаем к нашему разговору Юлию Безбородько, нашего корреспондента, город Киев. Она также находится на месте еще одного ракетного удара российскими ракетами. Юлия, здравствуйте. Пожалуйста, вам слово, оперативная информация от вас. Опять же, та информация, которую можно озвучивать в прямом эфире. Пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Еще одно место ракетной атаки российской армии. Можем сразу увидеть последствия. Прямо сейчас эвакуаторы увозят машины. Которые были частично повреждены. Повреждены они были чем? Элементами обычного офисного центра. На первом этаже, у которого находится спортивный клуб, фитнес-клуб, рестораны, кафе. А все остальное занимают обычные офисные центры. Вот такой вот объект и центр принятия решений атакует Российская Федерация. Прошу оператора детальнее показать место самых больших повреждений от ударной волны с тыльной стороны. Покажем вам позже. Видно, что жилая пристройка двухэтажная. Возле офиса повреждена. В соседнем жилом пятиэтажном доме нет окон. На крышах осколки окон, стекол от офисного помещения. Не знаем о количествах пострадавших. Видим, что с другой стороны перекрестка. Стоят автомобили скорой помощи. Вероятнее, помогают травмированным. Об этом тоже скажем позже. Важно сказать, что в одном квартале от этого места находятся два железнодорожных вокзала Киева. Укрзалезница ранее говорила, что ударной волной там тоже были повреждены окна. Конечно, ожидаем, что будет задерживаться общее расписание поездов. Но, тем не менее, рядом метро вокзальная, подземные пешеходы, которые ведут, переходы, которые ведут на платформы, работают как укрытие. В случае воздушной тревоги очередной, если она будет, напомню, что предыдущая началась без 15.7 утра и длилась почти 6 часов. Сейчас ликвидируют последствия. На месте работают все службы. Ведется следствие, поэтому близко нас не пускают. Все детали расскажем позже, пока пойдем пообщаемся с травмированными, если все-таки речь идет о них, там, где работает скорая помощь. Олег, вот такая информация. Дальше больше. Спасибо большое, Юлия. Берегите себя. И спасибо вам за то, что вы подключаетесь к нашему эфиру, за оперативную информацию. Напомню, Юлия Безбородько, наш корреспондент телеканала Freedom, была на прямой связи с нашей студией. Спасибо.